Но внимание всего мира приковано к шокирующим событиям в Испании. 14 человек погибли, около 130 были ранены в результате теракта в Барселоне. Появики атаковали центральную улицу города, где всегда много туристов. В службе гражданской защиты в Испании уже сообщили, погибли и пострадали граждане 34 стран мира. Украинцев среди них нет. Хронология событий в нашем материале. Барселона, центр города. Четверг, 16.50. На этих кадрах видно, как люди переходят улицу. Вдруг они начинают бежать. О том, что они убегают от смерти, станет известно через считанные минуты. Белый фургон Фиат на скорости 80 км в час протаранил толпу и давил людей на улице Рамбла, в самом сердце города. Напуганные люди бежали и кричали. На их лицах была кровь. 80 км к северу Барселоны. Город Вик. Четверг, 18.30. Полиция нашла второй фургон, который террористы использовали для побега. Удалось установить и владельца машины. Это 28-летний марокканец Дрис Укабир. Но во время нападения он находился в другом городе. Испанские СМИ сообщили, документы у мужчины украли, а машину арендовали без его ведома. Главным же подозреваемым считает 18-летнего брата марокканца Мусуу Кабира. Предполагают, что именно он взял в аренду фургон и, возможно, был за рулем. Юношу до сих пор ищут. Очевидцы сообщили полиции, как он выглядел. Молодой человек, ростом примерно 170 см, одет в белую рубашку с голубыми полосками. Во время спецопераций, кроме марокканца, арестовали еще двух мужчин, подозреваемых в причастности к нападению. Один из подозреваемых марокканского происхождения. Его арестовали в Риполе. Второй испанец из Мелилии. Сан-Джуз-де-Сверн. Около 10 километров от Барселоны. Четверг, 19.30. Еще один наезд. Автомобиль врезался в блокпост полиции. Пострадали двое правоохранителей. По водителю открыли огонь. Он погиб на месте. Причастен ли он к теракту? Власти сомневаются. Камбриль с пятницы. Час ночи. Прошло всего несколько часов после теракта в Барселоне. А террористы уже предприняли новую попытку нападения. На авто они таранили пешеходов. Правоохранители открыли по нападавшим огонь. Перестрелки всех пятерых ликвидировали. На нескольких из них были пояса смертников. Но, как позже оказалось, фальшивые. В больнице от полученных травм погибла женщина. Семеро человек травмированы. Один из них полицейский. В городе Камбриль с террористы пытались повторить тот же сценарий, что и в Барселоне. Это была очень длинная и тяжелая ночь для нас. Я хочу выразить слова поддержки всем пострадавшим. Поблагодарить полицию и всех, кто помогал. Я хочу выразить солидарность всей Испании с Барселоной, пострадавшей сегодня от джихадистского терроризма, который поразил ранее и другие города в мире. Ответственность за теракт в центре Барселоны взяло на себя Исламское государство. Первые результаты расследований испанской полиции показали, что группа, совершившая теракты в Барселоне и в городе Камбрильс, состояла из 12 человек. Не нашли пока четырех, в том числе водителя микроавтобуса. Людмила Панасюк, Виктория Кушмерук. Подробности телеканал Интер.